СОЦИАЛЬНЫЙ ПОСОБИЯ КОГО КОСНУЛОСЬ ЭТО ПОВЫШЕНИЯ И НАСКОЛЬКО УВЕЛИЧИЛИСЬ ПОСОБИЯ? Да, действительно, это так. Ряд пособий у нас завязан к прожиточным минимумам. И в связи с тем, что в очередном году прожиточный минимум увеличился, размеры пособий, новые назначенные пособия будут устанавливаться в новых размерах. Так как ряд пособий у нас привязан к прожиточному минимуму для детей, а это такие пособия, в первую очередь, включенные в национальный проект демографии, это выплаты на первого ребенка, выплаты на третьего ребенка, которые устанавливаются в размере прожиточного минимума на детей. И с этого года размер пособия составляет 13 332 рубля. Также это выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в максимальном размере. Если гражданин получает эту выплату в размере 50% либо 70%, а это условие зависит от дохода конкретной семьи, то, соответственно, эти размеры в этом году составят 75% 9999 рублей, 50% 6666 рублей. В январе, если кому-то уже пришли выплаты, они были в новом объеме или еще в объеме прошлого года? Хочу обратить еще раз внимание, новые размеры будут пересчитаны в соответствии с порядками. В соответствии с порядком выплаты от 3 до 7 лет, на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, выплата уже пересчитана и предоставлена гражданам в новых размерах. В соответствии с порядком выплаты при рождении первого ребенка, этот размер устанавливается при очередном обращении. Условия таковы, что выплата назначается на 3 года, но каждый год сначала она назначается до года, потом по достижении ребенка одного года нужно подтвердить свое право на эту выплату, она назначается до 2 лет и потом до 3 лет соответственно. При очередном обращении для назначения на следующий год, эта выплата будет установлена в новом размере. Что касается выплаты при рождении третьего либо последующего ребенка, то эта выплата в настоящее время устанавливается один раз в размере прожиточного минимума, действующего на дату подачи заявления. И она не пересматривается. В последнее время появлялось достаточно большое количество выплат на детей, и условия для их предоставления разные. Мы поставили перед собой задачу привести к единообразию, и сейчас работаем над нормативным актом, в соответствии с которым условия будут приведены к единым требованиям. Равняемся на федеральные порядки. Так будет установлен единый период для предоставления доходов для граждан семьи, и также будет установлен период назначения этой выплаты. В связи с этим гражданам впоследствии не нужно будет предоставлять лишние документы, это касается доходов семьи, а также механизм предоставления помощи будет понятен. Также перерасчет коснется в этом году пособий для малоимущих семей. Для многодетных семей у нас на каждого ребеночка установлена доплата. Если в семье воспитывается 3-4 детей, она в размере 25% от прожиточного минимума. Если в семье воспитывается 5 и более детей, то надбавка составляет 50%. Соответственно, пособие назначается на полгода, И когда семья будет в очередной раз обращаться за государственной социальной помощью малоимущим гражданам, эта помощь будет пересчитана уже с момента нового обращения. Вы упомянули, что работаете над упрощением, тем не менее много нюансов, вот человеку может быть неподготовленному будет тяжеловато. Где можно ознакомиться со всеми условиями, может быть куда обратиться, если возникнет вопрос? Я сразу хочу обратить внимание на то, что при назначении очередном пособия при рождении первого ребенка, оно назначается на год, а далее до года ребенка, а далее при очередном обращении оно назначается с даты подачи заявления. Поэтому призываю не тянуть с подачей заявления, потому что перерасчет за предыдущий период, с момента ее приостановления, не предусмотрен. Ознакомиться со всеми порядками можно на сайте Департамента труда и социальной защиты населения. Также у нас есть рубрика «Задать вопрос», где по всем вопросам мы в кратчайшие сроки даем ответы, поэтому обращайтесь, мы с удовольствием ответим вам на поставленные вопросы. С 1 января было еще одно нововведение. Ряд полномочий по предоставлению некоторых мер социальной поддержки был передан в введение Пенсионному фонду. Уточните, пожалуйста, о каких мерах поддержки говорим и как это может отразиться на получателях? На сегодняшний день мы передали в Пенсионный фонд как в электронные реестры, так и копии бумажных дел отдельных получателей. Это федеральные выплаты на детей, получатели таких мер соцподдержки, как пособия по беременности и родам, пособия при рождении ребенка, пособия по уходу до достижения ребенком полутора лет для незастрахованных граждан и для жен военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Кроме того, переданы выплаты, все виды денежных выплат и компенсации для граждан, пострадавших от воздействия радиации, для назначения их всем денежных выплат и компенсации, а также военнослужащих, проходящих службу по контракту, которые во время прохождения такой службы получили травму либо в случае гибели списки членов их семей. Кроме того, еще передана компенсация по оплате за жилищно-коммунальные услуги вдовам военнослужащих и компенсация за выплату по ОСАГО инвалидам. Для чего это было сделано? И действительно почувствуют ли простые горожане, что что-то изменилось или для них все в принципе останется по-прежнему? Для горожан ничего не изменилось. Те граждане, которые получали у нас выплаты в прошлом году, им никуда не нужно обращаться. Пенсионный фонд автоматически продлит им эти выплаты до окончания периода их назначения. И в последующем они уже будут обращаться в Пенсионный фонд. Сейчас переписаны порядки этих выплат для Пенсионного фонда. Цель такая, минимальная необходимость граждан лично обращаться в органы, которые назначают меры соцподдержки. Планируется предоставление этих выплат в так называемом формате социальное казначейство. Меры соцподдержки предусмотрены... Этот процесс уже начался, и в последующем будут переводиться все больше и больше мер соцподдержки на единую платформу. Это система, единая государственная система социального обеспечения для того, чтобы максимально упростить порядки предоставления этих граждан для людей. Ну, вероятно, многое онлайн можно будет сделать. Да, сейчас уже через сайт государственной услуги при наступлении некоторых жизненных обстоятельств, это рождение ребенка, наступление инвалидности и наступление предпенсионного возраста, можно получить сведения о тех мерах соцподдержки, которые полагаются гражданам в конкретном случае. Планируется, что отдельные меры соцподдержки в последующем, такие как, например, при рождении ребенка, будут назначаться в проактивном режиме без предоставления заявления гражданам. В ближайшее время ждет ли нас еще какая-то индексация? Будут ли в ближайшее время еще какие-то полномочия, переданные пенсионному фонду, и вот люди должны будут именно туда обращаться за новыми какими-то выплатами? В этом году таких нововведений не будет, но с 2023 года планируется, что от соцзащиты к пенсионному фонду перейдут еще две меры соцподдержки. Это выплата при рождении первого ребенка и выплаты почетным донорам. То есть тоже, если у гражданина только наступает право на эту выплату, обращаться нужно будет сразу в пенсионный фонд? Это будет такой же порядок, как в этом году. Если выплата уже назначена, это в случае при рождении первого ребенка, она будет предоставляться пенсионным фондом до окончания сроков назначения. Ну и, естественно, первичные назначения, обращения все пойдут уже в пенсионный фонд. Что касается выплаты почетным донорам, то она ежегодная, поэтому она будет по заявлениям уже, которые поступят в пенсионный фонд назначена. Если говорить об индексации, будут ли в ближайшее время еще как-то изменены размеры социальных выплат? Да, у нас с законом о бюджете города Севастополя предусмотрена индексация мер соцподдержки, которые установлены нормативными актами города Севастополя. В этом году планируется, что индекс будет составлять 8,15%. Будут изменены размеры выплат пособия на ребенка, региональный материнский капитал, в частности, пособия по уходу за ребенком-инвалидом в период его санкур-лечения, денежные выплаты на детей, находящихся под опекой и попечительством, ну и другие меры соцподдержки. Если сказать в цифрах, как это выразится, например, региональный материнский капитал увеличится на 8,428 рублей, его размер составит 111,828 рублей. Пособия на ребенка, ну такие у нас самые востребованные, увеличатся на 54 рубля, его размер составит 711 рублей. Если это пособие на ребенка одинокой матери или пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, размер увеличится на 250 рублей, и в этом году составит с 1 февраля 3,315 рублей. Ну что ж, большое спасибо за то, что раскрыли такие нюансы социальных выплат. Друзья, я напоминаю, у нас сегодня в гостях был заместитель директора, начальник управления социального обеспечения Департамента труда и социальной защиты Севастополя Кордова Алла Валентиновна. А мы с вами увидимся в эфире телеканала НТС. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин